У братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Ну разве от этого легче? 80 лет назад победой советских войск завершились ожесточенные бои на Курской дуге. В филиале 33-й библиотеки прошел исторический час «Огненная дуга», посвященный событиям того времени. Читателям напомнили, что Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 50 дней и ночей непрерывно, ни на минуту не затихая, на земле и в воздухе шли яростные бои. Пройти мимо даты 23 августа невозможно, поскольку это такой момент в истории нашей Великой Отечественной войны, в истории Второй мировой войны, которая сделала поворот событий всей войны, исхода событий. Поэтому нельзя это пройти. Это наш патриотизм, героизм наших солдат. На Курской дуге воевали знаменитые советские летчики. Иван Никитович Кожедуб, Алексей Марьесев, ставший прототипом главного героя знаменитой повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», Александр Горовец, совершивший небывалый военный историй подвиг. Послушать интересные исторические факты пришли жители Кубышевского района, члены общества «Боевое братство», участники локальных войн. В Курской битве приняли участие сотни наших земляков. Лариса Гурова вспоминает своего деда, который прошел войну. Он часто рассказывал, какой ценой досталась стране победа в этой кровопролитной битве и Великой Отечественной войне. В составе войск Северо-Западного фронта он дошел до Кёнигсберга. Брал этот город, у него есть медали за боевые заслуги 1944 года под Москвой, за взятие Кёнигсберга, за победой над Германией медаль у него. В читальном зале оформили книжную выставку «Курской битве посвящается». Здесь разместили книги, энциклопедии, иллюстрации, рассказывающие о ходе Курской битвы, ее историческом значении, соотношении сил в великом танковом сражении под Прохоровкой, оратной доблести воинов и полководческом мастерстве военачальников. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.